ПЕСНЯ 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 Повеление императрицы застало Суворова в Молдавии. Он выехал немедленно и прибыл к театру военных действий в одном кафтане. В тот же день с небольшим конвоем в 50 человек он отправился на поиски Пугачева. Такая расторопность удивила даже Екатерину, теперь уже хорошо знавшую своего генерала. Вы приехали 24 августа к графу Панину так налегке, что кроме вашего усердия к службе иного экипажа при себе не имели и тот же час отправили с паки на поражение врага. Написала она Суворову в личном рескрипте, что уже было большой честью. Щедрая государиня пожаловала генералу 2000 червонцев на обзаведение хозяйством. Впрочем, Александру Васильевичу было не до этого. Суворов со своим отрядом прямо через восставшие районы проскакал за 9 дней 600 верст по голой степи. Причем без продовольствия, у них кончился хлеб. Они убивали лошадей, вялили мясо и питались без всяких котлов этим вяленым мясом на ходу. На этот раз славу победы у Суворова вырвал не лукавый Каменский, а храбрый и неутомимый полковник Михельсон. Именно он нанес мятежнику решающее поражение, на которое Суворов так и не поспел. Александру Васильевичу осталась лишь сомнительная честь доставить пойманного предводителя бунтовщиков в Симбирск. Потому что казаки, только прослышав о том, что сюда скачет Суворов, сами взяли Пукачеву и выдали, как известно. Но зато именно Суворову было поручено военное командование над районами Пугачевского восстания. И мы читаем, что еще в своей погоне за злодеем Пугачевым Суворов докладывает, что он сам не чинил, ни же чинить повелевал ни малейшей казни, а разве гражданскую, то есть порку, и ту одним безнравственным зачинщиком. Генералиссимус, граф Рынникский, князь Италийский Александр Васильевич Суворов настоящими офицерами полагал лишь отличившихся на поле брак, а не тех, что снискали чины на дворцовом паркете. Как-то раз он был зван на прием к великой государыне, матушке Екатерине. А что это у нас граф Суворов ничего не пьет? Может быть, бокал вина? Хорошо бы, матушка водки. Александр Васильевич, а запах? Как же вам беседовать с прекрасными дамами? Государные, тогда они почувствуют, что с ними говорит солдат. И легендарный полководец немедля выпил за здоровье государыне-императрицы. Это правда. Двор Александр Васильевич не жаловал. Предпочитал либо воевать, либо заниматься подготовкой войск. В отпуск, который может длиться месяцами, уезжает к жене Варваре Ивановне. 1 августа 1775 года у супругов родилась дочь. Наташа, или Суворочка, как называл ее Александр Васильевич, надолго станет одной из самых больших радостей в его жизни. Его постоянным корреспондентом. В письмах к дочери пред нами предстает совсем другой Суворов. Трогательный, скучающий по своему ребенку отец. Вот он пишет 13-летней девочке из Кинбурна. Милая моя Суворочка, письмо твое от 31 числа января получил. Ты меня так им утешила, что я по обычаю моему от утехи заплакал. Куда бы я, матушка, посмотрел теперь тебя в белом платье? Какой ты растешь! Благословение Божье с тобой! Отец твой Александр Суворов. Мир в семье полководца, тем не менее, окажется непрочным. И для Суворова это двойное предательство. Варвара Ивановна изменит ему с его же племянником Николаем, которому он всячески покровительствует. Брак Суворова по своей неудачности вошел просто в христоматии самых неудачных в мире браков. Но отнюдь не потому, что его жена была такой отвратительной женщиной, как я стоит из посланий самого Александра Васильевича. Проблема состояла в том, что Суворов необходимость женить бы понимал. И на все вопросы отвечал да, в том числе и стоя под венцом. Но он был абсолютно неприспособленным человеком для семейной жизни. Его мечтой была солдатская койка, бивак, и жил он только военным делом. Спасти брак Суворовых пытаются не только друзья и близкие, но и сильные мира сего. В декабре 1779 года генерала вызывают в столицу. Екатерина снимает со своего платья бриллиантовую звезду ордена святого Александра Невского и прикалывает ее на грудь Суворову. Не в качестве награды за победу, а просто как знак высочайшего расположения. А в апреле следующего года, когда Суворов уже находился на службе в Астрахани, из Петербурга ему присылают портрет пятилетней Наташи, заказанный самой государыней, как деликатное напоминание об отцовском долге. Пойти против пожеланий матушки-государыни полководец не смеет. Скрипя сердце, он соглашается на церковное примирение с женой, с публичным покаянием, разрешительной молитвой и причащением святых тайн. Однако это лишь перемирие. Через четыре года супруги расстанутся окончательно. Александр Васильевич добивается опеки над дочерью, которую он помещает в Смольный институт. Родившийся в апреле 1784 года сын Аркадий достается матери. Отныне служба будет заполнять без остатка всю жизнь Суворову. Генералиссимус Краф Рыбликский, князь италийский Александр Васильевич Суворов не любил показного рвения. Как-то раз он объявил о своей поездке с инспекцией в войска. Сам же выехал тайком и заранее в простых санях. Приехав на первую станцию, он сообщил стоявшему там капитану, что послан Суворовым готовить ему лошадей. Да заходи. Капитан, старый служивый, никогда не видал Суворова, но относился к нему с большим уважением. Посыльного принял как товарища, поднес ему рюмку водки и посадил с собою ужинать. О лошадях не беспокойся, все будет в лучшем виде. Ну, за Суворова. Расстались они друзьями. А на утро легендарный полководец отправил капитану письмо. Суворов проехал, благодарит за ужин и просит о продолжении дружбы. После присоединения Крымского ханства, граница между двумя империями, российской и атаманской, пролегла по реке Кубань. Левый пологий берег принадлежал туркам, а правый высокий русским. Штурмовать эти природные валы было непросто, однако из-за Кубани местным жителям угрожало сразу три опасности. Во-первых, горцы-черкесы, которых в те времена называли просто хищники. Потом мятежные нагайские отряды. И, наконец, возможная высадка турецкого десанта. Суворов впервые попадает на Кубань еще в 1778 году. Он тогда лично объехал всю линию обороны, расположил летучие кавалерийские отряды и наблюдательные посты, а также приказал выжить по берегам все камыши, чтобы горцы не могли прокрадываться незаметно. А главное, Суворов решает создать целую линию укреплений. Александр Васильевич принялся строить по берегам Кубани вот такие крепости с палисадом, высоким насыпным валом, с рожнами, с полосой колючего терновника и чистаковом, выше человеческого роста. Всего было сооружено 9 таких укреплений, из которых до наших дней дошло только одно – Усть-Лобинская. Екатерина Великая оценила успехи Суворова и пятью годами позднее именно его отправила вновь на Кубань, чтобы привести к присяге на русское подданство нагайских татар. Присяга была назначена на 28 июня, день вошедствия Екатерины Второй на престол. Было решено дать нагайцам богатое празднество. К назначенному дню степь под Ейском покрылась кибитками шести тысяч кочевников. Русские войска держались на готове, но не выказывали и тени угрозы. Затем начался пир. Пили водку, так как виноградное вино запрещено Кораном. Старшины обедали вместе с Суворовым. Большой кубок ходил вокруг, здравицы следовали одна за другой. Русские перемешались с нагайцами. Не было и признаков чего-нибудь неприязненного. Съедено было 100 быков, 800 баранов, кроме разных второстепенных припасов, выпито 500 ведер водки. Еле и пили до бесчувствия. Многие нагайцы поплатили за излишество жизнью. Александр Фомич Петрушевский, генералиссимус, князь Суворов. Однако надежда на внезапное перерождение ордынцев была бы чистой иллюзией. Потемкин приказывал обращаться с нагайцами ласково, а служников, уходящих за Кубань, он предписывал не трогать и переселению туда, не желающих оставаться в русском подданстве, не препятствовать. И все же волнения среди нагайцев не прекращались. Было решено переселить их подальше от турецкой границы в Уральские степи. Однако, отойдя от Кубани лишь на сотню верст, татары напали на сопровождающую переселение команду и перебили ее. Тут же восстали все нагайские орды, вырубая поголовно русские отряды. Из недавно пировавших Суворовым нагайских мурс верными России остались единицы. Среди многочисленных побед Суворова была одна, которой он не гордился. Напротив, он никогда не говорил о ней сам, а если об этом вспоминал кто-либо еще, тут же переводил разговор на другое. Не потому, что в ходе этой битвы он совершил ошибку или потерял много людей. Нет, за несколько часов боя близ урочища Керменчик на берегах реки Лобы русские положили более 4 тысяч человек, потеряв сами всего около полусотни. С точки зрения полководческого искусства операция была проведена блестяще. И постановочная военная хитрость, и скрытное выдвижение крупных отрядов, и точно выстроенный боевой порядок, и яростный натиск наступления, и умелое перемещение в ходе боя. И все же, и все же Суворов, который применению силы неизменно предпочитал дружеские увещевания и переговоры, считал свой закубанский поход поражением. Поражением своей политики умиротворение нагайских татар. И, что огорчало его еще больше, в ходе этого настоящего побоища ожесточение людей вышло из-под контроля их военачальника. Кажется удивительным, и Суворов даже сам удивлялся себе, что проливал кровь ручьями, однако люблю ближнего своего. И вот это вот сочетание военной деятельности с крайним неприятием смерти и каких-то беспорядков, оно заставляло Суворова действовать особенно энергично при подавлении разного рода бунтов. Вот как развивалась ситуация. Суворов притворился, что и не догадывается о нарастающей угрозе, которую представляли укрывшиеся за Кубанью Ногайские орды. Он поселился с семьей в Дмитриевской крепости, сегодняшнем Ростове-на-Дону, и отвел войска далеко на север. В конце сентября 1783 года поступает сообщение, что степь зашевелилась. Но Александр Васильевич демонстративно садится в карету и в сопровождении охраны уезжает в Полтаву. Так думали нагайцы. На самом деле, в карету с публичными прощаниями и поцелуями садится не Суворов, а искусно загримированный под него двойник. Вторая хитрость – ночная переброска основных сил русских на турецкую территорию. Войска шли в полной темноте, соблюдая строгую тишину. Место для переправы было выбрано возле впадения в Кубань реки Лаба. Было найдено три брода. Часть отрядов переправлялись вплавь. Однако все эти предосторожности оказались не лишними. Ногайцы, стоявшие близ урочища Керменчик, были застегнуты врасплох. «Дело было кровавое», пишет Петрушевский. «С обеих сторон ярость и злоба доходили до крайнего предела. Казаки в стиле хищникам, от которых давно и много страдали их земли, никому не давали пощады. Побивали без разбора стариков, детей, женщин. Ногайцы хуже вооруженные, хуже предводимые, недисциплинированные, не имевшие понятия остроя, не могли противостоять русским и гибли в огромном числе. Тягостное чувство бессилия доводило их до иступления. Одни убивали своих детей и жен, другие при последнем издыхании силились нанести хоть какой-нибудь вред русским. Среди погибших при Керменчике Мурс всего 21 человек был цвет нагайской конницы, которая перестала существовать как грозная военная сила. Кучук-Кайнаджийский мир, достигнутый с таким трудом, не мог быть вечным. Османская империя отказывалась примириться с потерей Крыма, а российская останавливаться на его присоединении. Турки сохраняли еще многие качества хороших солдат. Если бы во главе их явился человек, напоминающий султанов старого времени, обладающий крупным военным дарованием, то для успешной борьбы с турками потребовались бы и другие средства, и другие усилия. Но подобного человека не оказывалось, и свои качественные недостатки турки возмещали количественно. Тем не менее, атаманская порта по-прежнему считала себя крупнейшей военной державой, способной достигать своих целей силой оружия. Новая война становилась неизбежной, и начинать ее было логично на сотвоевание Кинбургской крепости. И потому, что укреплена она была незначительно, и потому, что она была препятствием на пути из турецкого Очакова к Крыму, который порта стремилась вернуть под свои знамена. Приближалась бурная на Черном море осень, и положение турок становилось все более и более незавидным. Главная причина была в том, что все снабжение у них шло морем. Так что в любом случае зимовать в замерзающем лимане флот не мог. Получалось, что выбор у турок был совсем простой. Либо согласиться с тем, что они проиграли кампанию, простояв напрасно под Кинбурном целое лето. Либо попытаться все же напоследок штурмовать русскую крепость. Тем более, что вот она была совсем на виду. С начала августа Суворов организовывал оборону всей линии Крымских берегов. За его деятельностью внимательно наблюдали турки. Они даже придумали для него прозвище. Денщик генерала Прохор как-то чинил его белье и оставил в нем игру. Суворов наступил на нее, и та сломалась у него в ступне. Александр Васильевич так и не удосужился извлечь сломанный конец и до конца своих дней хромал. Вот турки и прозвали его Топал Паша, хромой генерал. Мирное время между русскими и турками было постоянное общение. 18 августа из Кинбурна в Очаков был послан по какому-то делу офицер, который не раз уже туда ездил и который был хорошо знаком очаковскому паше. Выслав своих людей и оставшись с офицером наедине, Паша спросил его, что нового. Ничего нового, ответил офицер. И тогда Паша сообщил ему, что объявлена война. Затем он дал посланнику охрану, которая и вывела его благополучно за городскую черту. Командование на юге возложено на князя Потемкина, но светлейший хандрит. Он привык, что исполняются не только его приказания, но и малейшие капризы, а турки этого почему-то не делают. Григорий Александрович хочет сдать начальство и сложить с себя все чины и звания. Государыня утешает своего тайного супруга, как может. «Ты нетерпелив, как пятилетнее дитя», пишет она, «тогда как дела тебе порученные требуют непоколебимого терпения». Похоже, основные надежды Екатерина возлагает уже не на фельдмаршала, а на генерал-поручика Суворова. Сначала она объединяет обоих водоначальников. «Молю Бога, чтобы вам удалось спасти Кейнбурн!» Но в другом письме к Потемкину о нем самом уже нет и речи. «Не знаю, почему мне кажется, что Александр Васильевич Суворов в обмен возьмет у них очаков». Однако инициатива была у турок. 1 октября они начали пушечный обстрел Кейнбургской крепости. По приказу Суворова русские не отвечали ни единым выстрелом. Александр Васильевич прекрасно понимал, что вслед за обстрелом турки высадят десант. И все же утром он отправился не на осмотр крепостных укреплений. Он пошел на литургию в церковь. Похоже, турки успели хорошо изучить своего противника. И день штурма выбрали не случайно. 1 октября по старому стилю 14-го по-новому празднуется покров Божьей Матери. Нетрудно было предположить, где утром будет находиться Топал-Паша. Между тем, турки начали высаживаться с кораблей на косу. Оттуда к церкви прискакал казак и доложил адъютанту генерала. В страшной тревоге адъютант подошел к Суворову и сказал ему об этом. Не стрелять ни из пушек, ни из ружей и ничем не препятствовать высадке турок, отвечал Суворов и продолжал молиться. Однако не прошло и часа, обедня приближалась к выносу святых даров, как генералу снова сообщили, что турок собралась громадная сила. Их уже много повылезло, шепотом доложил Суворов адъютант. Ничего, пусть все повылезут, сказал Суворов и отстоял обедню до конца. Солдаты, которые раньше волновались в виде собравшихся турок, начали успокаиваться. Видно, не страшно, коли он не волнуется, говорили в рядах. Тогда чего бояться? В солдатской среде укрепилась уверенность, что Суворов знал Божью планиду и всегда по ней поступал. Александр Васильевич мог дать битву только на суше. Русский флот был отрезан, и даже отступление морем исключалось. Не приходилось рассчитывать ни на мощь укрепления, ни на возможность маневра. Ширина косы не превышает 200 метров. И тем не менее, Суворов хотел дать сражение, опираясь лишь на веру в свои батальоны. Для любого другого командира это было бы безрассудственно. Турки подходили все ближе. Уже можно было рассмотреть их свирепые лица, видны были челмы военачальников, блестящее ружье и сабли. Суворов всецело полагался на внезапность удара. И когда турки оказались в двухстах шагах от крепости, был дан залп от всех орудий, казаки ударили с флангов, а из крепости выступила пехота и бросилась в штыки. Однако турок было много. Так много, что вскоре от Орловского полка почти ничего не осталось, а вторая линия дрогнула и побежала. Удивительно, что в этой битве, как сам Суворов писал, все были храбрецами, русские и турки. Никто не отступал. Турки атаковали холодным оружием. То есть это именно суворовская тактика. И ход боя, чаша весов склонялась на одну, на другую сторону несколько раз. Суворов, сражавшийся на передовой, был ранен картечью вбок, но поле боя не оставил. К концу сражения Суворов еще раз был ранен ружейную пулею в левую руку на вылет. Он подъехал к берегу, и Саул Кутейников омыл ему рану морской водой и перевязал своим галстуком. «Помилуй, Бог», – сказал Суворов, – «благодарю, помогло, тотчас помогло. Сейчас я всех раненых и нераненых турок прогоню в море». В полусражении он действительно возглавил эту третью, последнюю атаку. Турки были вытеснены из косы и искали спасение в море. Победитель от потери крови несколько раз терял сознание. Победа была безусловной, но Суворов считал эту битву бедой. Слишком высокая цена была за нее заплачена. Русских находилось в бою около трех тысяч человек, и почти каждый десятый был убит, умер от ран или искалечен. Однако и награды были щедрыми. Георгиевские кресты, золотые и серебряные медали, повышение чинами, денежные выдачи солдатам по пять, по два, по одному рублю. Государыня сама раскладывала по коробочкам орденские ленты. Но, как отметить главного победителя, императрица придумала не сразу. «Не послать ли ленту Андреевскую?» – писала она Потемкину. «Но старший его князь Долгорукий, Каменский, Миллер и другие, не могу решиться, и прошу твоего дружеского совета». А Потемкин, воодушевленный Кинбургской победой, посоветовал государыне не стесняться старшинством других генералов над Суворовым. Турки не осмеливались больше беспокоить Кинбург. Впечатление от поражения было слишком сильным. Долгое время после этого волны выносили на берега косы трупы турецких солдат. Документально известно, что спустя четыре недели после битвы, в один день, 28 октября, их собрали на берегу 72. Генералиссимус, граф Рымницкий, князь Италийский Александр Васильевич Суворов был человеком вспыльчивым. «Сколько звезд на небе? Не могу знать!» «Вон!» Люди, не находившие ответа на его вопросы, вызывали в нем сильнейшее раздражение. Как-то раз в весьма холодную ночь Суворов спросил у часового. «А знаешь ли ты, сколько звезд на небе?» «Так точно. Сейчас доложу вашему сельству. Раз, два, три, четыре, пять». «Когда Суворов был в движении, то холод был ему не так чувствительный. Но стоя на одном месте, он очень озерно». «Тьфу!» «Сбился!» «Раз, два, три...» «Слушай, приказ! Солдат сей богатырь! Тотчас произвесть его в унтер-офицеры! И немедленно же подбросить дров!» «Для находчивых людей легендарный полководец наград и званий не жалил». Зимой в те времена не воевали, разве что по крайней необходимости. Однако с приближением весны становилось ясно, что война вот-вот возобновится. Первым шагом Потемкина по открытию военных действий должно было быть взятие Очакова. В письме к нему Екатерина постоянно возвращалась к этой теме. Однако делала она это не как государыня, приказывающая своему подданному, а как любящая женщина, просящая своего мужа, крайне деликатно, полушутливая и с разными оговорками. Например, еще до получения известия о кинбурнской победе, она писала «Если бы Очаков был в наших руках, то и кинбурн был бы приведен в безопасность. Я невозможного не требую, но лишь пишу, что думаю. Прошу прочесть терпеливо. От моего письма ничего не портится, не ломается, лишь перо тупится, и то не беда». Однако Потемкин оставил пожелание государыне без ответа. Он был уверен, что Очаков не приступен. Светлейший подошел, наконец, к Очакову. Расстояние около двухсот верст потребовало у него пятинедельного похода. Австрийский фельдмаршал Принц Делин, состоявший приставки Потемкина во время Второй Турецкой войны, иронически замечает, что главнокомандующего задерживала местами вкусная рыба. Турки же спешили воспользоваться передышкой, чтобы укрепить свои фортификации. В начале июня турецкий флот предпринял атаку на русские суда. Морской бой, поддержанный огнем кинбургских батарей, закончился, однако, его разгромом. Турки потеряли 15 судов и более 6 тысяч человек. Суворов хотел, пока противник не пришел в себя, немедленно штурмовать Очаков. Но Потемкин не разрешил. Он полагал, что турки скоро сдадутся сами. Бездеятельность Потемкина вскоре обернулась бедой. 27 июля 1788 года в 2 часа дня около 2000 турецких пехотинцев уничтожили казацкий пикет и начали пробираться в тыл российских войск. Противника заметил Суворов, который обедал возле своей палатки. Он взял два батальона гренадер, бросился, атаковал турок, отогнал их в крепость. Они решили, в свою очередь, поддержать еще, вывели еще войска, 3000 иначар. Накануне этой вылазки из русского лагеря сбежал крещенный турок, который знал Суворова в лицо. И при этой вылазке он указал на Суворова, и Суворов получил ранение в голову. Пуля остановилась в затылке. Принц Делинь, заметив, как в разгаре боя турецкие значки потянулись к своему правому флангу, и левофланговые укрепления оставались почти без защиты, предложил немедленно их штурмовать. Потемкин отказал. Он четыре раза посылал Суворову приказание прекратить бой и отступить. А в последний раз послал исправлявшего должность дежурного генерала с грозным вопросом, как он, Суворов, осмелился без повеления завязать такое важное дело. А Суворов просто обедал. У Суворова в это время извлекли пулю из шеи и перевязывали рану. Выслушав посланного, он отвечал. Я на камушке сижу, на очаков я гляжу. Был ли передан этот дерзкий упрек командира, который подвергся нападению? Другому командиру, который не пришел ему на помощь? Скорее всего, да. Должность дежурного генерала выполнял Николай Рахманов. Он служил под началом Суворова на Кубани, не ладил с ним и даже написал на него пасквиль. Суворов же характеризовал его Потемкину так. Рахманов в поле с полком, в поле с батальоном. Против одного его года я во всю мою службу столько людей не потратил. Так что вряд ли может быть сомнения, что Рахманов передал ответ Суворова Потемкину во всей полноте, а может быть даже и с прикрасами. Многие недоброжатели Суворова пытались сказать, что это было единственное поражение Суворова, единственная его неудача. Не было никакого поражения абсолютно. Он этим шагом своим хотел сподвинуть Потемкина на активные действия. Но Потемкин очередной раз проявил свою нерешительность и не поддержал Суворова главными силами. Неудача 27 июля еще больше поколебала решимость Потемкина штурмовать Очаков. Холодная осень сменилась лютой зимой. Морозы переходили за 20 градусов. Открылись болезни. Цинга, ТИФ. Что ни день в русском лагере умирало по нескольку десятков человек. Безысходность положения заставила все-таки Потемкина пойти на взятие крепости, назначив его на 6 декабря. После стольких испытаний в 23-градусный мороз бой был беспощадный. Всего через час с четвертью Очаков превратился в громадную могилу. Русским эта победа тоже далась нелегко. Число убитых по самому умеренному счету доходило до 2800 человек. Но эта потеря составляет незначительную долю той, которую причинила продолжительная осада. Здоровыми во время осады осталась едва четвертая часть людей, а кавалерия потеряла почти всех лошадей. Если бы Потемкин послушал вовремя Суворова, этих потерь могло не быть. Императрица в то время была больна, от радости выздоровела. На награды она по своему обыкновению не скупилась, особенно для своего любимого. Потемкин получил вожделенного Георгия первого класса с бриллиантовой звездою, усыпанную бриллиантами шпагу и 100 тысяч рублей. Суворов, разумеется, тоже упоминался в представлении. Потемкин, однако, положил против него аттестацию довольно лаконичную. Командовал в Кинбурне и под Очаковым. Его же рекомендации – перо в шляпу. Перо, правда, тоже было усыпано бриллиантами с буквой «К», как Кинбурн. Очаков Потемкину все же хотел считать своей единоличной победой. От Очаковской крепости до наших дней практически ничего не дошло. Чтобы у турок не возникла мысль попытаться отвоевать ее обратно или потребовать ее по условиям очередного мира, Потемкин приказал ее взорвать. Камни из крепостных укреплений были использованы под фундаменты новых городских построек. В сущности, от Очаковской крепости осталось только одно здание. Вот это бывшая мечеть, которая позже была перестроена и освящена как православный храм. Взятие Очакова, считавшегося неприступным, положило конец надеждам Османской империи вернуть себе Крым и восстановить контроль за навигацией в Черном море. Молодая, полная жизненных сил Россия неудержимо расширяла свои южные границы. Война с Турцией выходила на новый театр военных действий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok